Здравствуйте, меня зовут Ирима. Сегодня мой рецепт из кинуа, который не содержит глютен и очень питательно и полезно. Кинуа с овощами это вкусное и сытное самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу и рыбе. Я беру 200 грамм кинуа и сначала его промою, затем замочу не менее чем на 2 часа, чтобы кинуа не горчил. Можно замочить на ночь. После замачивания нужно хорошо промыть проточной водой. Чтобы сварить кинуа, воды нужно взять в 2 раза больше, чем зерен. У меня 200 грамм кинуа, значит 400 миллилитров воды. Сразу добавляю пол чайной ложки соли. После закипания кинуа я буду варить 15 минут на слабом огне под крышкой. Пока кинуа будет остывать, я буду заниматься овощами. Готовить я буду в сковороде вок из натуральной стали нержавейки с толстым дном. Налила 50 миллилитров оливкового масла в сковороду. Две крупные луковицы очищаю и нарезаю полукольцами. И сразу выкладываю в сковородку. 4 дольки чеснока очищаю и натираю на мелкой терке. Пусочек имбиря примерно 10 или 15 грамм очищаю и тоже натираю на мелкой терке. И добавляю к чесноку. Две крупные морковки мою, очищаю и натираю на крупной терке. Два сладких перца мою, очищаю от семян и нарезаю крупными кусочками. Подготавливаю специи. Перец по вкусу, сладкая паприка пол чайной ложки и базилик пол чайной ложки. А также пол чайной ложки кориандр и куркума. Включаю плиту. Когда масло нагреется, уменьшаю нагрев до среднего и добавляю специи. Вначале я добавлю зерна кориандра. Затем добавляю все остальные специи и помешиваю, прогреваю их в горячем масле. И сразу почувствуете чудесный аромат. Секунд 20 даю прогреться специям в горячем масле. Затем добавляю чеснок и имбирь. Тоже перемешиваю. Примерно минутку прогреваю все вместе и добавляю морковь. Пару минут перемешиваю, пассирую морковь, а затем добавляю паприку. Перемешиваю овощи, закрываю крышкой и на среднем нагреве готовлю 15 минут. Петрушку я помыла и теперь я ее мелко нарежу. Через 15 минут добавляю петрушку к овощам. Перемешиваю. Добавляю киноа. Тоже перемешиваю. И добавляю соль. Одну чайную ложку. Теперь добавлю банку томатов в собственном соку. Резанные томаты. Все хорошо перемешаю. Закрою крышкой. И на среднем огне прогрею в 10 минут. Сытный, полезный и вкусный ужин готов. Приятного аппетита! Всего вам доброго! Удачи!